Здравствуйте, уважаемые зрители и преданные подписчики, а также партманьяки и любители парфюмерии. Это канал Fragrance Mania, канал о парфюмерии и парфюмерном этикете. Сегодня у меня в гостях моя давняя знакомая, ее зовут Елизавета или просто Лиза. Здравствуй, очень приятно. Пришла ко мне в гость и сегодня мы сделаем что-то вроде парфюмерных посиделок и слепые затесты. Для начала давайте я спрошу у Лизы. Как тебе лучше, Елизавета, Лиза? Лиза, Лиза нормально. В простонародье Лиза. Так вот я хочу у нее спросить, какая у нее связь с парфюмерией. Пусть она расскажет нам, какой у нее парфюм есть, какой парфюм она любит, как она вообще относится к парфюмерии. Во-первых, большое спасибо, Рам, за приглашение. Очень приятно здесь быть, в приятной обстановке, все вкусно пахнет, ароматы. Для меня парфюмерия это как бы часть меня, это душа. Я считаю, что парфюм настолько индивидуальный, настолько должен быть подходящий к человеку. Но это как воссоединение чего-то. То есть одному что-то подходит, другому не подходит. Я лично очень люблю эксклюзивные духи Шанель. Я вообще люблю духи, но на себе все время пробую духи. И всегда у меня есть два запаха эксклюзивных бутиковых духов. Это беж и 1957. Вот у меня даже ассоциации какие-то с этими духами. Когда я была в Париже много лет назад, я посетила бутик Шанель. И вот я помню, что когда купила беж, это были мои первые духи их серии. Я просто помню, что я вот их нюхала и была на Шанзелизе. И каждый раз, когда я сейчас с ними пользуюсь, я вспоминаю ассоциации с Шанзелизе. То есть это часть тебя дает тебе какую-то общую поднимать тебе самооценку, поднимать настроение. Люди реагируют на тебя. Я считаю, что это очень важно. Понятно. У меня в принципе такие же ассоциации с парфюмами. Я всегда тоже очень люблю. Вот я иду на работу, у меня один аромат для работы. У меня ароматы делятся по времени года, по времени суток, на выхода дней. Деятельности. Да, на работу другие. В общем, у меня... Спортзал, кстати, я слышала, что нужно пользоваться определенными духами. Лучше вообще не пользоваться. У меня, кстати, на эту тему есть тоже короткое видео, где я рассказываю, что в спортзал вообще не нужно... Или где написано спорт, я читала. Да, да, именно так. Никто не хочет нюхать тебя с духами в спортзале. Особенно, когда еще, допустим, духи смешиваются с запахом пота. Это вообще просто ужас. У нас, кстати, есть один кадр в спортзале, который постоянно... Причем, я знаю, он пользуется Армании. Intensely for you. Не помню. Короче, я знаю этот аромат. Смех чувств. Это просто жесть. Это просто жесть. Да. Ну вот мы познакомили зрителей с тобой. Они поняли, что ты любишь парфюмерию. Теперь мы приступим к слепым затестам. Я вот здесь вот, я не знаю, или видно, приготовил вот такую вот штуковину. А я увижу бутылочки или глаза будут закрывать? Нет. Это в том-то и дело. Весь кайф того, что ты должна только на своих ощущениях, не видя бутылки, не видя флакона. Я бы пыталась. Просто... Да. Секундочку. Где у меня блоттеры? Блоттеры. Вот. И сейчас начнем. Давай, закрывай глаза. Закрываю. Итак, я показываю первый парфюм для зрителей. Вот этот парфюм. Сейчас я его нанесу на блоттер и дадим на затест. Все, можешь открывать глаза. Так. Дай ему подышать чуть-чуть. Угу. Держи. Очень знакомый запах. Давай начнем с того, мужской или женский. Может быть и юнисекс тоже, правильно? В принципе. В принципе, может быть все что угодно. Женский запах. Женский. Хорошо. Женский. Где пахнет дешево, дорого? Нет, пахнет дорого. Это что-то из дорогого парфюма, очень знакомого. То есть, он существует уже много лет. Окей. То есть, старой школы. Старая школа. Прям такой глубокий, насыщенный. Насыщенный. Хорошо. Да. То есть, ты бы такое носила? Вполне. То есть, у него есть немножко пряность такая. Что-то в нем такое магическое, темное, приятное. Окей. Да. Да. Это моего стиля. Хорошо. Значит, этот и какую общую оценку ты ставишь? Восемь. Восемь из десяти. От одного до десяти. Хорошо. Можешь написать. Вот ручка есть. Напиши, что ты поставил ему оценку восемь. Восемь. Да. Это первый. Хорошо. Попей воды. А я пока приготовлю второй парфюм. Закрывай глаза. Угу. Итак, второй парфюм. Все его знают. Только я на данный момент не знаю. Я думаю, что ты тоже его знаешь. Сейчас узнаю. Ой, секунду. А если я прям вот найду название, смогу сказать? Пожалуйста. Это бонус или что? Конечно, бонус. Сейчас открывай. Держи. Мужской запах. Окей. Мужской запах, смотри. Точно угадать не могу, но что-то тоже такое находится. Дорогое, дешевое? Более дорогое, чем дешевое. Окей. То есть, мужчины любят такие запахи, насколько я знаю. Ну, если бы на твоем мужчине был такой запах, тебе бы понравилось? Ну, он немножечко уже как бы заезженный по мне. Ну, то есть, как бы не очень глубокий, известный. Со всех дыр, со всех утюгов о нем говорят. То есть, он, наверное, не очень дешевый, но массовый такой. Ну, то есть, как бы... Его все знают. Ну, там, я не знаю, средний. Хорошо. И какую оценку ты ставишь ему? Вот ты знаешь, потому что из-за того, что оно довольно-таки заезженное, известное, я бы ему дала все-таки 3,5. Потому что... То есть, так низко. Ну, потому что не удивил меня. Только из-за того, что не удивил. Не удивил меня. Хорошо. Напиши тогда. Потому что у меня еще столько запахов, я подожду. Хорошо. Хорошо. Смотри, потом всегда можно вернуться, посмотреть, как они пахнут. Хорошо. Нет никаких проблем с этим. Договорились. Итак, закрываем глаза. Третий аромат. Это вот такой вот флакончик. Сейчас нанесу. Не знаю, почему невозможно вытащить это. Ладно, будем так наносить. Можешь открывать? Пожалуйста. Розы, цвета, цветы. Ну, что такое цветочное, розовое? Мужское, женское? Ну, женское, я думаю, да. Дорогое, дешевое? Сейчас, вот тут есть еще немножко запах алкоголя, поэтому он перебивает. Более дорогое, мне кажется, чем дешевое. Я не очень сама по себе люблю розу, я ярко выраженную. Поэтому, как бы, по мне, любая роза пахнет всегда розой. То есть, женский. То есть, тебя этим удивить нельзя? Нет. Роза мне меньше. Но я знаю, что многие женщины очень любят его. Кстати, мужская парфюмерия тоже содержит ноты розы. Особенно арабская парфюмерия, там где есть роза, есть уд. Вот они очень любят совмещать розу, уд, шафран. Вот это их именно арабское направление. Розы. Вот роза и уд, это, наверное, интересно. Здесь нет. Здесь арабского ничего нет. То есть, я чувствую, что здесь роза, роза прямо... Голая роза. Голая розовая роза. И какую оценку ты даешь? Ну, смотри, так как я не очень люблю, но, как бы, я знаю, что женщины любят, я бы дала ему 6, наверное. Хорошо. Так, что следующее мы дадим после розы. Закрываем глаза. Я пишу женское и мужское. Ну, это не важно. Давай, закрыла. Сейчас. Давай. Опа. В следующий раз вода. Пока что ты угадываешь трех из трех. Серьезно? Что это действительно мужское или женское. Я очень рада. Да. Окей. Можешь открывать глаза. Угу. Держи. Интересно, я уже пробую. Эксперт. Вот, это более мне нравится. Здесь что-то такое более свежее, зеленое, лимонное даже, я бы сказала. Да, есть цитрусовое. Цитрусовое, да. Мужское, женское. Вот ты знаешь, это юнисекс может быть, мне кажется. То есть, и мужчина, и женщина могут носить. Сто процентов. В принципе, я знаю очень много духов, которые подходят и мужчинам и женщинам. То есть, цитрусовое, свежое. Я думаю, что на лето супер. Мне нравится, я люблю такие запахи. Ты бы сама носила этот аромат? Да, да. Вот это мое и первое тоже. То есть, они разные. Куда бы ты могла надеть этот партюм? На каждый день офис и не вечер. Не вечер. Не вечер. Офис, день, море, лето. Что такое? Отлично. И какую оценку ставишь? Вот этого я бы даже дала 9. 9? Да. Отлично. Юнисекс. Окей. Дальше. Пятый аромат. И после пятого аромата мы выходим на перерыв. Потому что надо здесь проветрить помещение. Потому что здесь уже все ароматы просто смешались. А, кстати, я не показал. Подожди, я прошлый аромат показывал зрителям? Я уже не помню. А я не видела? Не видела. Можешь показать еще раз. Да. Давайте я для начала покажу прошлый аромат. Потому что у меня склероз старческий. Вот это прошлый аромат был. А сейчас будет вот этот аромат. Сейчас я его нанесу, этот парфюм. Можешь открывать глаза? Угу. Пожалуйста. Угу. Это что-то более восточное, сладкое, пряное. Ну, прям востоком пахнет. Восток. Ну, мне кажется, что это, в принципе, юнисекс. Но я знаю, что женщины очень любят такие запахи. Я тебе честно скажу, я тоже люблю такие ароматы. Да, да. Юнисекс. Мне кажется, что оно подходит. Это восточное. Ты бы такое носила? Да. Я не против. Не против. Совсем не против. И по цене дорого, дешево? Мне кажется, что это дорогой аромат. То есть он пахнет тебе дорого? Пахнет дорого. Статусно? Да. Да. Не пахнет дешевыми нотками. Нет. Окей. И какую оценку общую ты бы дала? Ну, так как он такой богатый, 8. 8. Хорошо. Значит, у тебя с оценкой 8 уже 2 аромата? Да. Да. Ну, как по мне, то все, что 8 и выше, это то и того быть у меня на полке. Давай скажем так. Понятно. Отлично. Значит, вы увидели 5 ароматов, которые Лиза выбрала для себя. Вернее, 2 из 5, которые ей понравились. Сейчас мы выходим на перерыв. Проветаем здесь помещение, потому что я уже сижу и у меня уже просто дымка. Полный, то что называется, бардак в голове. Ты мне покажешь, что я нюхала или потом? В конце, да. Да. Мы из всех выберем тот единственный, который тебе понравился. А потом я тебе уже покажу все ароматы, которые были здесь и то, что тебе понравилось больше всего. Хорошо. Хорошо. Все. Удаляемся на перерыв. Ждите. Итак, мы вернулись с Елизаветой на второй тур наших затестов. И сейчас еще будет 5 ароматов. Готово? Да. У нас проветрился. Проветрились. Помещение проветрилось. Да. Можно продолжать. Продолжаем. Закрывай глаза. И аромат номер 6. Так, что же тебе такое каверзное дать? Что же тебе такое каверзное дать? Нет, не буду каверзное давать. Давай, давай. Давай, давай. Ладно. Итак, вот парфюм. Такой вот симпатичный флакончик. Не буду говорить его форму, потому что она сразу узнает, что это за парфюм. Можешь открывать глаза? Пожалуйста. Очень знакомая. Я поэтому сразу не сказал, какая форма, потому что если я скажу форму, ты сразу узнаешь. Вау. Мужской, женский. Вот и я об этом. Ну, женский, наверное, больше. Женский. Окей. Звучит дорого. Звучит дорого. Здесь нотка такая женская. Дорого, дешево. Ну, подешевле, мне кажется. Да, подешевле. Подешевле. Ты бы такой носила? Нет. Нет. Тебе не нравится? Нет. Окей. И мыло немножко. Хорошо. Извините. Нет проблем. Это ощущение. Да. Нету правильных, неправильных ответов. Немножко. Ну, выходит в кислинку такую. Мне нравится. Меньше. И какую оценку? Тройку. Тройку я бы дала. Тройку. Хорошо. Пиши тогда троечка. То есть, этот парфюм не идет ни в какие ворота. Ни в мои. Ни в свои. Хорошо. Опять же, я так считаю на сто процентов, что, ну, нету одинаковых мнений в этом плане. Да. Закрывай глаза. Оп. Так. Вот парфюм следующий. Многие с ним не знакомы, но с тех пор, как я познакомился, честно скажу, он меня очень впечатлил. Давайте посмотрим, или Лизе понравится такой парфюм. Обычно у нас вкусы чем-то схожи, поэтому… Ну, я до сих пор не знал твоего вкуса. Давай. Пожалуйста. Да. Угу. Вот такие запахи я люблю. Очень знакомый запах. То есть… Дорогой, дешевый? Дорогой. 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 Густой. Абсолютно, может быть, юнисекс. Я думаю, что продают его больше, как, может быть, даже… Нет, юнисекс. Юнисекс. То есть, мужчина… Да, 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 да. Сто процентов. Нравится? Ты бы такой носила, да? Да, да. Семерка. Семерка. То есть, нет, до девятки ему далеко. Почему? А знаешь почему? Потому что, ну, есть такие запахи. Да. Вот ты вот можешь пойти в магазин и понюхать это, и внизу будет стоять похожий. Похожий. Вот только из-за этого. Но, да. Между прочим, я заметил такую тенденцию в современной парфюмерии, что очень-очень много запахов похожи один на другой. Ты берешь запах, вроде он с одной стороны другой, но он тебе напоминает, дает ассоциации какого-то другого, который ты знаешь. База может быть. Да. И вот именно в современной парфюмерии вот это вот очень часто встречается. Да. Не то, что в старых парфюмах. Там был парфюм, допустим, какой-нибудь, я не знаю. Даже взять ту же Шанель. Да. Там какие-то свои носки глубокие. Там что-то свое, да, абсолютно не похоже. А вот сегодняшний люкс и даже ниша в большинстве своем очень сильно похожи между собой. Вот поэтому я и даю… То есть, знакомый запах, он что-то напоминает. Хорошо. Хороший, знакомый запах. Понятно. Оценка? Семерка. Семерка. Хорошо. Так, восьмой парфюм. Закрывай глаза. Вот такой вот симпатичный флакончик. Сейчас нанесем. Можешь открывать? Ох, какой запах. Ну-ка, давай посмотрим. Ага. Ну, это мужской запах, конечно же. Окей. Кожа, дым, что-то горящие, деревяшки какие-нибудь, костер. Ну, я люблю такие запахи, да. Он не знает, что напоминает? Копченая слива. Да, да, да. Эти запахи очень-очень в моде. И можно понять, почему они богаты, они глубокие. Эти запахи я очень-очень люблю. Очень сексуальные. Ты бы носила? Или только на мужчине? Нет, я бы тоже носила. Это, наверное, и мужской, и женский. Юнисекс. Я недавно такой пробовала. Парагон, по-моему, и что-то в этом роде. Да, я люблю такие запахи. Здесь есть слива, здесь такое все. Дымная, глубокая, вечерняя, добротный, статусный запах. Да, да, да. Вот это я дала бы, наверное, десятку. Десятку? Да. Отлично. Это мне нравится. Десятку. Я пишу Юнисекс, потому что подходит всем. Всем. Хорошо. Закрываем глаза. Так, какой из двух? Ладно, возьму вот этот. Вот этот парфюмчик. Сейчас нанесу. Сейчас ты меня должен удивить чем-то, потому что вот это было вау. Держи. Пожалуйста, можешь открывать глаза. Свеженький. Такой приятненький. Сладенький. Ничего так сладенький. Ну, по сравнению с прошлым, это, конечно, две разные вещи. Это знакомый запах. Дорогой? Дешевый? Средний? Средний. Неплохой. Неплохой. Ну, я не думаю, что у тебя есть дешевые духи. Нет, у меня есть очень дешевые духи. Но они не обязательно неплохие. То есть, я помню, с детства у меня была не на речи, например. А почему сегодня запах яблока? Да. Или хомут приятный. Ты бы носила такое? Ты знаешь, тут было столько много приятных духов, наверное, это было бы потом. Потом? Да. И какую оценку ставишь? Четверку. Четверку. Хорошо. Мужской, женский? Ну, больше женский, наверное. Больше женский? Да. Хорошо. Я ему себе взял. Да? Да. А запросто? Пятерка. Пятерка. И последний. Я надеюсь, что я уже это, знаешь... Можешь попей воды, да, потому что сейчас опять я чувствую, что здесь у нас все смешалось. Давай, закрывай глаза. И последний аромат. Вот он. У парфюмерных сообществ идут споры по поводу этого аромата. Очень неоднозначный. Вопрос, или тебе понравится. Давай посмотрим. Интересно. Можешь открывать глаза. Угу. Сейчас дадим ему немножко проветриться. Неплохой запах. Мужской. Окей. Он вроде простой, но где-то там есть какая-то нотка внутри такая, которая вот что-то там задевает. Ветивер. Да, есть... Вот для мужчины, наверное, будет очень хорошо. С чем он у тебя ассоциируется? Вот, допустим, по этому запаху, какому мужчину ты представляешь себе? Молодого, старого, статусного? Да, лет за сорок. Окей. Статус. Да, мне кажется, в элегантном костюме. Ну вообще, запах дорогой или дешевый? Да, запах дорогой. Более, больше дорогой, чем дешевый. Окей. Да, приятно. Здесь есть как будто вот только покурил. Нотки-то бока не чувствуются? Да, нотки вот после, когда вот знаешь, человек курит, мужчина, и духи какие-то, и вот это вместе. И вот смешивается запах такой? Да, запах сексуальный, он такой притягивающий. И какую оценку ты ставишь? Для мужчины девять. Для мужчины девять? Да. Отлично. Да. Итак, что у нас по самым высоким баллам? У нас вот эта вот кожа, номер восемь. Номер восемь. Вот это мне очень понравился запах, он такой влияющий, особенный. Так, это десятку ты поставила ему? Десятка. Да. А на втором месте? Девять, это вот этот мужской последний, который мы нюхали. А еще есть девять, вот этот юнисекс. Номер восемь, номер десять, четыре. И у тебя была? И две восьмерки есть. Хочет пять ароматов, получается, вот этих высоких. Нет, мы не будем столько брать. Пожалуйста. Давай из того, что тебе, скажем так, больше всего понравилось. Один. Номер восемь, да? Да, это юнисекс, я бы сама этим пользовалась. Это для моего мужчины. Понятно. Ааа, ну вот выбирай. Ну вот смотри, мы смотрим по самой высокой оценке. Пожалуйста. Десять, девять. Ребята, это аромат латафа, который называется My Here Black Edition. Пожалуйста. Обалдеть. Цена этого парфюма, вы будете просто смеяться. Тридцать долларов. Его цена. Да, очень круто. Он пахнет, как дорогая, добротная, хорошая ниша. Супер. И если его, вот как ты с закрытыми глазами нюхать, он просто вау. Для меня. Я бы вот прям сейчас надушилась. Пожалуйста. Да, можно? Да. Ничего, что на тебя молекула. Ничего, так наоборот. Наоборот. Это же усилить. Пожалуйста. Итак, сегодняшним победителем вышла латафа, которая стоит 30 долларов и которая стала победителем и понравилась Лизе. Вот такое вот мнение. Я тебе очень благодарен за то, что ты мне уделила время свое. Спасибо. Я надеюсь, что это видео не последнее. Это первое, но не последнее. Будем еще встречаться. И у меня еще, ты видишь, тут шкаф. С удовольствием. Множество парфюмов. С удовольствием. Можно еще делать парфосиделки. То, что называется, на много месяцев вперед. Я получила большое удовольствие. Спасибо большое. Спасибо большое. Давай. Давай. Пока.